здравствуйте я в прошлый раз рассказывал вам свои изыскания по поводу металлургии металлов танахи сегодня мы продолжим эту тему я вкратце расскажу что было в прошлый раз сейчас давайте я включу презентейшн вы видите мы говорили про металлов танахи шесть металлов железо золото серебро медь свинец и олова и не мы говорили про некоторые технологические про технологические аспекты которые например мы говорили про то как а бецалель сделал золотой провод для одежды первосвещения какая именно хитрая была технология потом вот когда не было прокатки не было волочения вот он делал специальный мозг потом мы говорили еще раз потому что я как-то не до конца усвоила зачем мне надо было скручивать и что этим достигалось не было прокатки и не было волочения как получать тонкий провод у тебя есть стержень рот например не знаю сантиметровой толщины а толщина провода 30 микрон как из одного сделать другое вот идея была такая что нужно расплющить золото в лист нарезать этот лист на полоски скрутить полоски а потом полоски прокатать так как дети катают пластилиновые колбаски вот так между двумя плоскостями поверхностями вот так можно получить провод до 30 микрон и вот такая сложная операция она была осуществлена и главное зачем скручивать потому что пока она плоская она не будет вот так вот они возьмут а попробуй разрезать лист у которой толщиной миллиметра напала на что-нибудь который 30 микрон разрез невозможно но мы разрезали получили полоски допустим шириной миллиметра правильно а когда ты их раскатываешь между двумя плоскостями то они утончаются это я поняла но прежде мы даже сейчас сейчас это технические подробности я лучше потом отдельно объясню главное вот что что в тех станах хорошо объясняют эту технологию до последнего слова вот это нам было важно сейчас теперь мы говорим про золотого тельца говорили что то как мы же ну была проблема как его изничтожить потом мы говорили как сделаны бронзы и это было важно для того чтобы объяснить почему арон взял женские бронзовые зеркала для того чтобы сделать умывальник вот после этого мы говорили про железо и сталь и объяснял что такое курборзе вот на этом я сейчас вот с этого я начну как бы в этот раз у нас сейчас сейчас поговорим про про золото про золото у нас часто упоминается в фанахе но в частности мишли мацреф лыкесов бекур лызаав то есть как бы кур это типа это плавильный котел мацреф это тоже плавильный котел в мишли подчеркивается что для золота и для серебра используются разные так сказать теперь как это происходит сейчас мы поговорим про технологию золота золото она не в соединениях она самородная но она внутри породы для того чтобы его извлечь из породы породу круша кладут в плавильный котел кур вот это называется кур видите вот кур и вот кур это древние а вот это современные вот туда кладут измельченную руду золотом ее так сказать огнем плавит золото плавится чуть при тысячи градусов это еще можно получить теперь золото очень тяжелое а все примеси они более легкие они все всплывают их убирают и золото выливают в слитки вот видите разлил слит теперь что нам важно как называется этот плавильный котел для золота он называется кур вот видите вот это керамический кур и вот это керамический но видно что они плохие этот треснутый а этот битый а можно сделать железный а вот железный он лучше он не бьется и надежный золото не растворяется поэтому так сказать мишли нам и говорят что кур лоза а то есть вот а для кэс для серебра используется этот плавильный котел немножко другой формы теперь что нам для этого так сказать что мы видим из этой что мы видим из этого сравнения что когда мы говорим про митсраем к мокурза то понимать нужно так сказать что самое главное что из него уходит золото то есть там устроение понятно понятно то теперь мы перейдем к технологии серебра сейчас как сделать сейчас как снова перейти на сейчас сейчас мы переходим технологии серебра серебро оно находится обычно в свинцовых рудах и это небольшая добавка так делают серебро опять-таки измельчают руду насыпают вот в такой тигель видите он более плоский или вот в такой совсем плоский наливают свинец и греют это все и дуют кислородом свинец он отсасывает примеси из этой серебряной руды и частично он как бы сгорает и уходит с воздухом а частично он впитывается в этот плавильный котел для серебра он делается керамически потом этот котел охлаждают серебро застывает а свинец еще жидкий и этот жидкий свинец сливают получается шлак такой сидим а тут остается чистое серебро то есть плавильный котел для серебра он другой формы он должен быть плов более-менее плоский или совсем плоский вот это очевидно есть мацреф вот видите нам мишли говорят мацреф лекесов корлы за то есть они подчеркивают что это разные вещи теперь что нам важно еще как называется шлак на иврите говорят сидим так и эта технология вот про которую я сейчас говорю что серебро очищают с помощью свинца она отражена в танахе вот армияо на хармапох мээш там уфэрот то есть если у тебя кончился свинец то ты серебро не можешь больше очистить цараф цараф это рефайнмент очистка понятно теперь дальше сейчас теперь еще забавно вспомнить пиют который мы поем на емкипур помните его да да вот это описание технологии серебра то есть вот как серебро в руках ювелира но цараф это ювелир но это собственно цараф это как бы обогащать то есть это очищать труду очищать серебро от принес герацитомис аксек то есть желание добавляет примеси у герацитоми цараф или выжигает примеси понятно то есть серебра примеси выжигает ну пока так сказать оставим в стороне серебро и перейдем оловы к свинцу оловы и свинец сейчас я вам покажу их сейчас меня меня видно андрей я не сейчас да 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 видно видно документ лиды лидкин а меня видно да 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 тебя видно все нормально сейчас куда же я сам еще сейчас меня видно да 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 все отлично хорошо вот я показываю вот это свинец а вот это олова вот вот это свинец он тяжелый и серый а вот это олова оно полегче и оно более оно больше на серебро похоже только оно мягкое теперь эти два эти два металла они упоминаются в танахе но они не имеют самостоятельного значения они как бы оба технологические начнем со свинца что с ним делать вот шумот нашавт бархаха кисаной ям сау кау фэр бамаль мадерин это мы как бы говорим каждую молитву и то есть Турат дает себе отчет что свинец самый тяжелый после золота когда нужно сказать что что-то очень тяжелое говорится про свинец дальше ирмия он нам рассказывает на харма похмээш там мы только что читаем это говорится о том что свинец используется для очистки серебра его роль технологическая вот еще одно применение свинца иов нам рассказывает бет барзель во фэр лат бетсор о чем идет речь это резьба по камню и в эту резьбу закладывают свинец чтобы буквы выглядели красиво как сегодня делают металлической краской а тогда видимо свинец вот как бы обычное применение свинца теперь олова олова в реке бдиль и мы знаем что главное применение олова это для того чтобы делать бронз что без олова нет бронза нужно добавить небольшое количество олова к меди и тогда получится очень крепкий сплав называется бронз теперь вот мы читаем в книгу Захарии вот ки бас льом ктанот в самхо в рау это эвен абдиль в яд зрубавы и так далее здесь эвен абдиль он переводится как отвес или грузило во всех переводах отвес вы представляете что это такое это груз на шнурке по которому строитель проявляет вертикаль в арнахе он часто употребляется обычно называется анах и вообще строительные инструменты в качестве аналогии они очень нередко есть в арнахе но что вот меня здесь сбило с толку эвен абдиль то есть что это такое отвес делают из олова и кола уже очень дорогое вот собственно с этой фразы начался мой интерес к металлу в танахе я спросил у своих друзей а что это такое они говорят знаешь о свинец смотри видишь они так не очень-то и разные они мягкие легкоплавкие и путались он наверное перепутал он имел ввиду что это свинец смотрите отвес всегда делают свинца по-английски отвес это пламблайн свинцовая нитка теперь грузила в английский пламблайн то есть это слово плюмбл свинец а почему здесь олова ну действительно по-латыни олова и свинец очень похоже называется что-то тут не так ну можно сказать что Захария перепутал но смотрите вот у нас другой пособка Захария воем развод что главное что он тут употребляет Эвена Ауфера Альпиана то есть он знает разницу между свинцом Ауфера и Оловом Бдиль так что же так сказать он отвес называет Бдиль и тут мы можем обратиться к ну лингвистике что ли что такое слово Бдиль это нам напоминает слово Лавдиль отделяется и если мы внимательно посмотрим откуда вообще берется олова то это так в прошлый раз я вам рассказывал что оловы берутся из оловянных руд которые косетерейцы которые очень мало где находятся в Англии в Афганистане в общем больше нигде но исторически это как бы хорошая олова которую можно справлять медью чтобы получилось бронз но реально первая олова изначально которую мы нашли это отходы производства серебра вот когда мы говорили про производство серебра вот все шлаки вот шлаки этого серебра которые плавают на поверхности что это такое это свинец который вытянул всю грязь которая была в серебре а в серебре есть в серебряных рудах есть немножко олова и получается что вот этот шлак вот он это свинец с олова и со всякой грязью которая из серебря по-видимому вот это и называется бдиль слово лавдиль отделять тогда нам становится понятным почему вот видите кстати Хескель пишет то есть это сравнивает бдиль с всеми примесями которые были при плавке серебра а что было медь олова шелеза свинец в общем все известные металлы вот они в этом шлаке есть теперь сообразим что же с этим шлаком делать это в общем свинец со всякой грязью использовать его можно только на грузин на ответ больше не нашли его и получить из него олова невозможно поэтому вот когда здесь Захария говорит что отвес сделан из груд из олова то это видимо вот не хорошая олова которую а вот эта которая просто шлак и вот у нас есть Ишаяу который говорит вот как и вот тут Бдилаев то есть в общем Ишаяу говорит про очищение использует металлургическую аналогию а именно что он очистит как очищают серебро от всех примесей в Бдилаев и Бдилаев это то же самое что сегаев это примеси то есть Бдиль это Миша слиха если можно правильно все-таки Пасухин переводить по русски потому что я думаю что большинство людей не читает на Иврите а здесь невозможно перевести а на каком ну хотя бы если у тебя есть под рукой перевод так весь здесь весь фокус в том что слово Сегаев и Бдилаев я понимаю да я понимаю что ты потом объясняешь но хотя бы смысл смысл Пасука говорить потому что как бы непонятно Ишаяу говорит про очищение очищение как бы в человеческом душевном смысле но он использует аналоги из металлургии вот так же как как бы огонь очищает серебро от всех примесей так же я вот и вас очищу вот когда он говорит примеси он употребляет нормальное слово для примеси Сеги и редкое слово для примеси Бдилаев то есть Абдилаев это то же самое что Олова то есть Олова оно его название происходит от примеси в серебре поэтому вот Захария использует это поэтому у Захарии это появляется то есть ничего грубо говоря ничего пророки не перепутали прекрасно они знали технологию металла но это в общем-то и понятно потому что тогда это был хай-тек значит сегодня мы так сказать в компьютерах разбираемся прилично а в металлургии разбираемся плохо они компьютеров у них не было так они в металлургии разбирались поэтому так сказать каждому слову которое у них написано в чем я верю вот так скажем то есть оказалось что все правильно теперь а ну вот про серебро мы говорили то есть так теперь мы поговорим про то что золото себе бродило вот так сейчас одну секунду вот значит ну для чего я использовал золото-серебро конечно для украшений и для денег и про использование серебра и золота в качестве денег говорится много в Танахе но у нас возникает неправильное впечатление что речь идет о монетах вот это не так монеты появились появились когда 600 лет до нашей эры это конец периода первого храма то есть в Танахе монет в общем-то нет в Танахе они конечно есть но в Танахе их нет они делались из золота-серебра но все упоминания золота-серебра в Танахе это в общем деньги по весу а не по тому а не монетные ну просто заодно я тут посмотрел как монеты делают их вот тут между двумя формами твердыми бьют молотком получается монета с таким рельефом значит такие монеты фальшевые монетчики в них спиливали края так чтобы было меньше веса и вот первый кто с этим поборолся это Ньютон который придумал вот такие рифленые края ну смотрите гений везде гений вот рифленый края монет это из-за Ньютона а так сказать автанахе таких монеток нет теперь сейчас сменим тему и перейдем к железу тут я хочу вернуться немножко с самым началом и посмотреть на таблицу смолость наших металлов в прошлый раз мы говорили про температуру плавления а сегодня нам будет важно поговорить про их механические свойства то есть твердость у металлов и вообще сейчас есть прочность есть пластичность а есть твердость это свойство которое говорит например если металл очень твердый из него можно сделать острый нож и он не тупится а если металл мягкий то нож будет тупиться вот просто для сравнения ол ол нет невероятно мягкий у них твердость очень мак это твердость очень маленькая у меди твердость меди серебра твердость небольшая у железа твердость чистого железа которое тогда обычно твердость намного больше а вот у бронза видите в нем твердость намного больше чем у железа от 40 до 260 теперь даже если мы возьмем сталь сталь это железо в котором есть углерод даже сталь в котором есть чуть-чуть углерода у нее твердость уже вдвое больше чем у железа а упрочненная сталь у нее невероятная твердость видите в 10 раз больше чем у железа для чего это важно это важно для инструментов вот мы сейчас поговорим про инструменты вот сейчас про железо и сталь откуда в Танахе в таре железо практически везде когда мы говорим о книге там решит чтобы ее шоу 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 в темы книге малахим то имеется ввиду как бы чистое железо которое не очень прочное сталь которая очень прочная и твердая она была но ее умели делать только в Индии она попадала на близний восток от таких слитков и эти слитки ценились там дороже среброзового из них и там ковали лучшее оружие но это была большая редкость теперь это как бы ну бэкгра теперь возьмем книгу Бариши у нас там где говорится про детей Каина хотите по-русски давайте я вам вот сейчас в этом стихе 4 22 сейчас идем по-русски сейчас ицелла родила Тувалькаина слепующего кующего всякую медь и железо как это переводится еврей цела гамму ялда это Тувалькаин Лутеш Коль Хуреш Нахошет Варзель и так далее обычно мы это понимаем как всякий кузнец Хуреш это кузнец Хуреш Нахошет Варзель как бы кузнец то есть вот от детей Каина пошли все кузнецы но когда мы переводим вот дословно написано нам мешает слово Лутеш оно как бы ни к силу не гордо Лутеш это полирует и поэтому Раша переводит это иначе ближе к тексту то есть этот самый Тувалькаин был не первый кузнец а первый инструментальщик то есть Лутеш Коль Раш переводит так Лутеш это как бы изготавляющий полирующий Хуреш это инструмент для обработки нахочет Барзе Тувалькаин был первый который сделал инструменты для обработки металла в чем здесь проблема чтобы обработать металл нужен инструмент который более твердый чем этот металл то есть получается что по этому стиху как бы металл это было как бы давно известно а новшество в том что он придумал инструменты а еще может делать инструменты очевидные стали вот из такой стали то есть Раша понимает что вот Тувалькаин как бы первым учился делать инструменты дальше у нас есть Мишли Барзель Барзель Яхат то есть заточит ли железо то есть железо точит железо а человек развивается в общении с себе подобным но понимаете как чтобы железо наточило железо то есть говорится о том что железным инструментом мы точим железо но инструмент должен быть более твердый а откуда взять более твердый инструмент чем простое железо вот видимо речь это осталось дальше вот Ирмияу нам сообщает вот Аббарзель Барзель Мицапон Ганхош то есть он говорит о каких-то двух сортах железа которое одно более сильно чем другое мы можем это понимать иносказательно что имеется ввиду что Ассирийский царь Бавель Бавилонский царь будет сильнее египетского царя а можем понимать что железо с севера это сталь действительно сталь поступала как бы с Дамаска и похоже на это теперь вот даже у нас Хискель сообщает что тут написано Барзель а сотки да говорится о слитках железа слитки железа тут очевидно сталь то есть это все эти стихии говорят о том во первых о том что есть проблема делать инструменты а вторая проблема не проблема а второе это скрипит ну что что стальтики была но очень редко теперь давайте давайте посмотрим еще про стальные инструменты инструменты вот мы видим кузнец он молотом пует какую-то деталь вот это наковальня вот это клещи тут еще не показано меха по-русски нужно дуть кислород дуть воздух чтобы была большая температура ну ладно теперь кстати вот описание того как кузнец работает из того же пиюта который мы поем на в емкий бур как топор в руках кузнеца он его то смягчает то придает ему форму заметьте что этот пиют это стих он вообще 12 век это позже раши а про плавление железа ничего не говорится они умели плавить железо умели только формировать ну ну ладно мы сейчас задумаемся о том как кузнец изготовлял откуда у него были инструменты ну наковальня ладно это просто кусок железа или камня не знаю что молот сделать нет проблемы а вот как сделать клещи такие кузнечные клещи и мудрецы над этим задумывались вот у нас есть перкер вот знаю массы это вот которым говорится асара дворин евро бэрф шаббат то есть 10 вещей которые Ашем создал вот между шестым и седьмым днем вот уже под самый конец творения то есть говорится о чем-то совершенно как бы уникальных вещах а именно устья земли и устья колодца и устья ослиц это которое с Беламом говорила радуга манна косахарона червь который прогрызал текст заповедей заповеди ну как бы металлическими каменными платы которые были написаны заповеди то есть все это как бы ясно что очень высокие материи и очень важные вещи и конечно созданы чудом а тут в конце написано вот в еш умрим а в цват бецват на иса и вот в этом списке кузнечные клещи откуда здесь кузнечные клещи а мудрецы не понимали как можно сделать в чем тут фокус что инструмент должен быть более твердый чем материал как можно сковать такие клещи если нет первых клещей ну мы знаем эту проблему с компьютерами это называется бутинг или бутстрепинг как загрузить операционную систему в компьютер должна быть другая операционная система более простая которая загружает и так далее и вот так сказать проблема возникала мудрецы не понимают отход первые инструменты и мы как бы ответа как бы на это нету сейчас проблема но сейчас тогда давайте сейчас вы меня видите да давайте давайте сейчас спросите вопросы а потом я вам про другое немножко пока по этим пасукам есть вопросы или нет есть народ молчит о вопросах нет хорошо тогда я хочу говорить немножко про другую вещь я хотела спросить а когда стали по парафиологическим исследованиям начали делать в древнем мире сталь там было вот как сталь научились делать в индии и она попадала в древний мир она была исключительно дорогая вот дамасская сталь когда ее там стали делать в индии нет сейчас я сейчас как раз про это буду рассказывать про датировки то есть реальная сталь вот которую которую мы знаем она появлялась очень-очень постепенно реально нормальная сталь как вот такая более-менее дешевая появилась в 1850 году до этого было постепенное продвижение но уже не что в другом направлении там проблема что не умели делать литой жилет литой чугун вот первый прорыв был когда где-то в 15 веке в Европу пришло литое железо с него стали делать пушки потом стали научились делать шведы для стали нужен очень хороший уголь и шведы там много деревьев они древесные уголь и они научились делать хорошую сталь с этой сталью они сделали легкие пушки потому что сталь более проще пушку можно сделать более легкую у них получилась мобильная армия с этой армией они завоевывали Европу вот знаешь что дошел до Молдавии но потом все остальные тоже научились делать сталь и реально стали в 12 веке а в Индии там была другая технология в древности сталь там нужно научиться создавать высокую температуру и вводить углерод в сталь сталь можно делать двумя способами взять чистое железо и нагнать туда углерод в твердом состоянии вот это то что делали индусы делали во всем древнем мире сегодня делают наоборот литое железо там много чугун там много углерода и из него убирают углерод и получают сталь а вот это сегодняшний способ получения стали а тогдашний науглероживать сталь технология была невероятно сложной так сказать мы в Танахе видно что эта сталь приходит с севера привозят ее аддесинские эфиопы в Танахе написано что это сухриммакуш приводит это железо эти хитрые купцы они специально возили железо через север чтобы никто не понял что оно с индийского океана это нет ну это как бы отдельная история со сталь сейчас а теперь я тогда хочу поговорить это меня как бы еще немножко не созрело это можно просто выплеснуть то что я накопал скажу так смотри нам хочется наложить события в Танахе на то что мы знаем из истории что мы знаем у нас история это начинается с 3500 лет до нашей эры до этого есть преистория история начинается с письменности а до этого называется преистория преистория там где нет письменных источников и мы можем узнать о преистории вот здесь видите это наше время вот история как бы начинается 3000 лет до нашей эры а все что бывает это преистория про преисторию мы можем только как бы из археологии из логических заключений и так далее и наши взгляды на преисторию они в общем-то меняются все время например 30 лет назад нас учили что человек зародился во многих местах сегодня мы знаем что человек зародился в Африке в школе нас учили что сначала появилось сельское хозяйство а потом люди стали перешли на седлый образ жизни сегодня выясняется что-то наоборот сначала люди стали жить в городах а потом только появилось сельское хозяйство вот интересно как Танах который все-таки намного раньше чем мы чем как он смотрит на преисторию это в основном книга Баришит что мы собственно ожидаем а вот когда мы читаем про детей Каина а ладно схема развития человечества по книге Баришит если мы отбросим мистические вещи мы возьмем исторические факты вот Каин выходит из Ган-Эден и обрабатывает землю сначала как появился земледелие потом он строит город а параллельно идет линия Каина Каин земледелец а его брат эвель вроде бы скотовод но он какой-то такой он овец пасет а вот настоящая цивилизация начинается с детей Каина один один из них изобрет отец всех живущих в шатрах и пасущих скот это настоящая скотоводка почему он живет в шатрах другой отец музыкальных инструментов написано невликино духовые инструменты струнные все музыкальные инструменты а третий тувалька он ассоциируется с металлами по Танаху получается что как бы то есть это три кардинальных новшества они были более-менее одновременно и знаете история нам говорится так оно и было то что мы сегодня знаем это называется неолитическая революция это вот где-то здесь 10 тысяч лет до нашей эры мы знаем что земледелие города музыкальные инструменты и скотоводство оно появилось более-менее и металло оно появилось более-менее одновременно ну плюс минус тысячи лет и удивительно что так сказать Танах как бы верно это передает ну что дальше мы можем как бы сказать что когда все-таки говорится про Табал Каина что он потом он научился делать медь и железо железо тут кажется странным в этом контексте потому что мы вроде знаем что железо позже появилось тут оказывается есть метеоритное железо мы знаем про метеоритное железо в гробнице Танхамона нашли кинжал который вроде бы из метеоритного железа сделал вот тут видно схема сейчас давайте сделаем сейчас вот так то есть железо как бы было известно давно но это было метеоритное железо она там много никеля нет углерода оно мягкое так вот медное бронза они появляются более-менее одновременно это то что у нас есть Танахиш они появляются одновременно и вроде бы в археологии появляются одновременно но метеоритное железо редкое оно как бы ну как бы не совсем не технологичное но это редкость как бы почти драгоценность и все металлы которые у нас есть по массе это поначалу это в общем медь то есть медь и бронза мы поэтому ожидаем а сейчас немножко то есть вот этот период бронзы и он продолжается до минус 12 200 лет до нашей эры где-то до сюда вот тут на Ближнем Востоке собственно везде когда все политические системы лопнули то железо начинает появляться и бы теснять бронзу мы говорили про это в прошлый раз значит тогда это соответствует тому периоду когда евреи вышли из Египта и пришли в Биталонную Землю мы в тексте Танаха это очень хорошо отражено много по сути которые говорят о том что евреев кузнецов не было когда они пришли в Биталонную Землю что у филистинлян там были железные колесницы евреев не было и железо собственно появляется только при пророках пророках как для пророков железо оно выступает на они спокойно так же как они говорят о бронсе а тут у железа редкость вот я выписал все святим в Танахе в которых есть железо и имея ввиду что железо должно появиться реально только уже в книге Шамуэля в книге Шевтим и так далее но тут у нас есть разные вопросы вот например смотрите книги Ваекра у нас говорится без сравнения что небеса вот Ваекра 26 18 и будут небеса как железо а земля как медь предполагается что слушатели читатели знакомы с железом но железо была большая редкость откуда это в книге Бамидбар написано железо появляется но и вот там среди разных законов написано что если ударил железным орудием за это полагается смерть откуда в игре железное орудие во всех странах в пустыне железа не было оно нигде не упоминается говорится в книге дворим история там один из законов что если человек идет в лес и у него топор железный топор соскочился топорища и убил его друга то это неумышленное убийство но позвольте откуда железный топор это во времена когда евреи тронсуют в пустыне через несколько сотен лет в книге Шафтеем книге Судей нам говорится четко что никакого железа у евреев не было а здесь говорится как об обычной ситуации и то есть у нас в книге дворим во всяком случае услышим часто упоминается железо то чего как бы быть это странно его тогда не должно было быть теперь другой связанный момент это мне непонятно в разных книгах короче железо должно быть чем-то уникальным а оно потом не очень-то уникальное с другой стороны когда нам говорится о том как евреи строили мешкан в пустыне скинет переход в храм ни в каком железе там речи нет передет речь о серебре о золоте и медь когда Давид строит храм там с одной стороны говорится что железо там ничего не касалось с другой стороны говорится что гвозди какие-то были железные ну в общем железо там есть там где-то на заднем плане а когда книга Еврея Амин описывает примерно то же самое там железо ну проблем никаких проблем нет то есть у нас есть фраза о том чтобы жертвенник строит из ну нельзя строить жертвенник из камней которые обрабатывали железо собственно почему обычное объяснение что железо оружие так сказать не годится а храм не связан с пролитом крови и так далее но даже когда строили храм оружие было из бронзы а не железо поэтому почему такое противодействие железу всем связано с храмом и так уж понятно и гипотеза может быть такая что это как бы действительно оружие понималось как железо железо понималось как оружие но оружие чужих армии дело в том что железо было у филистинных железо было от хетру филистинных то есть у врагов и у врагов Израиля а в Израиле как и в Египте железного оружия не было поэтому как бы железо ассоциировалось видимо с врагами так я это могу понять потому что помним вооружение Голиафа у него вся защита все доспехи медные а копье железное а чтобы у иврек было железное оружие такого нет ну это как бы я еще не продумал может быть переварится и расскажу позже а на сегодня все спасибо у меня есть еще одна тема про украшения в Танахе но на сегодня это будет уже поздно окей есть вопрос Лиха в чате ты видишь вопрос или тебе зачитать я не вижу а как хорошо тебе сейчас нам сейчас нужно еще шеринг шиту в массах или можно его закрыть можно нажми у себя стоп наверху у себя нажми стоп шеринг окей а теперь чат нажми на пузырь чата и ты увидишь что написано в чате а где чат пузырь чата внизу на общей полосе центральная центральный пузырь да видишь написано вижу может быть зачитай я не знаю если можно зачитай чтобы все слышали хорошо позвольте вопрос о миноре в продолжении прошлой лекции в переводе сказано ковка сделал минору я честно говоря в миноре еще не очень разобрался макси это по-моему как бы единым куском он сделал сделанный минор вот это имеется ввиду но я еще я на этом практически не думаю но так сказать ваши вопросы меня стимулируют и попробую разобраться хорошо еще вопрос да Таня спрашивает про украшения будет тогда отдельный урок да украшения это где-то я думаю что я сделаю отдельный урок просто нужно чтобы он был полнокровный это минут 20 у меня рассказ про украшения я наберу еще материалы и сделаю тогда отдельно но я не уверен что это на следующий недель ну ладно нет проблем Михаил а еще текст вы обещали отправить Натан мы где-то уже его у нас есть что-то я не помню ты вроде не посылал а сейчас значит презентацию я могу отправить хоть сейчас текст мне нужно еще записать значит если вы хотите презентацию я могу отправить да отправь презентацию я ее поставлю в чат в телеграме где народ в основном общает она еще не окончательная я буду ее улучшать нет проблем нет проблем нет проблем спасибо спасибо нет проблем заодно это будет народ стимулировать читать на иврите ну смотрите мне проще писать у меня просто нет не пледат кейборд Клавиатура по-русски Клавиатура по-русски, дорогой товарищ Не забывайте русский язык вообще, говорят Ну, я думаю, говорю на иврите Я по-русски говорю с женой Что ты говоришь? У нас общая ситуация Ты не один Женой с друзьями Мне проще по-английски печатать, чем уже проще Да, нам знакомые Мы говорим с разными языками Окей, беседа Хорошо, господа и дамы Есть еще вопросы? Либо мы говорим лектору спасибо И отпускаем его Говорим спасибо Хорошо, Лена от всех говорит всем спасибо Из города Санкт-Петербурга Окей, дорогой Михаил Огромное спасибо Да, огромное спасибо, было дико интересно Тогда о следующей встрече Будет объявлено особо На следующей неделе Что? Да, на следующей неделе можно А если через две недели, то Не факт, потому что Ну, в общем, короче, будет Не, подождите Сейчас Я, так сказать Если Я могу на следующей неделе Это немножко напряженно, но Мы от тебя Мы зависим от ТУЮ Мы только от тебя Как ты скажешь, так и будет Какое число это на следующей неделе? Если это тоже Речь идет про Девятнадцатая Черт, у меня отсоединился А, девятнадцатая, да? А, ты посмотрел Ну, хорошо Ну, не важно Послушай, ты можешь сейчас не ломать голову Скажем так Смотрите, значит Рассказ про украшения у меня готов Но он не на час Он короче То есть Если хотите короче Сделай его короче Мы его расширим Мы зарасширим его вопросами Нет проблем Ладно, тогда ориентировочную Если вы хотите на следующей неделе То ориентировочную мы можем сделать Да, лучше на следующей Потому что через две недели Меня Я не в Израиле Хорошо, на следующей неделе Ладно Хорошо Это были украшения Женские Или Может быть Были мужские Нет? Что-что? Нет, смотрите То, что меня интересует По украшению Это вот Как украшения Связаны с языческими Украшения древности Они все были Как бы языческие символы Как это одно Сочетается с другим Но Ты сейчас можешь ответить Таня? Да Это не ювелирные проблемы А То есть Гвартические Вот так скажу Я думаю Если бы у нас был Какой-то материал То больше бы Вопросов было И тогда бы На следующем уроке Мы уже могли бы Что-то обсудить Хорошо Окей Ну хорошо Тогда мы на сегодня Заканчиваем Да Все Всем счастливо И до свидания Миша, спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok